Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым окон». Разбор выступлений митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. 11 том. Вопрос 2485. Самая обездоленная часть нашего народа живет сейчас в деревне. «Повальное пьянство, вырождение физическое и нравственное. Что может сделать церковь для спасения сельского населения?» Отвечает митрополит Кирилл. Духовно-нравственный и экономический упадок русской деревни, пожалуй, одна из самых болезненных проблем нашей России. Убежден, что начало деградации сельской жизни датируется временем закрытия местных приходов. Если сегодня говорить о конкретных усилиях церкви, направленных на возрождение сельской России, то в первую очередь речь должна идти о восстановлении сельских приходов, полноценная деятельность которых неизбежно окажет положительное воздействие на весь строй жизни и отношения живущих вокруг людей. Имеется немало достоверных свидетельств того, как через возвращение к церкви люди освобождаются от губивших их пороков, находят решение тяжелых проблем, обретают смысл жизни и труда, несмотря ни на какие трудности. В своей подвижнической деятельности православные священнослужители призваны взаимодействовать с сельскими учителями и работниками культуры. Думаю, что от совместных усилий именно этих людей в немалой степени зависит сегодняшнее выживание и завтрашнее процветание российской деревни. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. И слушают люди этот бред и чушь человека в белом клобуке. И никто не указал ему, что спасает Христоса, а не попыни веры, которых он называет церковью. И что они в содружестве с развратителями познания воли Божией. Сколько же Кирилл нагрешил, меры нет. И попустил же Бог терпеть тебя, ангелу-хранителю. Никто из коммунистов сегодня не сможет так запечатать родник чистой воды Божией, как вот такой оратор, демагогически рассуждая о нравственности и бедности народной. Да сколько бы мог новых заветов купить и подарить бедным? А сколько же у него самого от торговли денег? И не с открытия прихода начнется оздоровление деревни, а с обращения ко Христу, с рождения свыше, когда Дух Святой поднимет падшего Адама. Вот как нужно было отвечать Кириллушка. Матфея 11 глава, 28 стих. Придите ко мне, все туждающие, все обремененные, и я успокою вас. Иоанна 7 глава, 37 стих. Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Иван Гриатана 15 глава, 5 стих. Я есим, лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Книга пророка Исаии, 36 глава, 6 стих. Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее, таков фараон царь египетский, для всех уповающих на него.